Специально для глич. Ну что, ребята, позырим новый видос. Они такие, ой, по-моему, вот чё всё шарится. Давай ещё не будем ему отвечать. Ой, простой. Я уже не помню, с чего мы в тот момент угорали, но это и не важно. Прошло чуть больше суток с того момента, как мы поставили клеиться вот эту замечательную заготовку. Тотем уже давно позади, и руки вновь зачесались по резьбе. Правда, в этот раз масштаб немножко поменьше. Мы затеялись сделать какую-нибудь чумовую пепелицу. Но для начала желательно подровнять края. Никаких конкретных эскизов по её внешнему виду нет, так что будем всё брать из башки и импровизировать. Фрезеровать-то не получится, фрезер-то не залезет. А чё делать? А выемку-то куда будем делать? Коронку, да, или сюда? А, ёпты! Сюда же выемку. А-а-а! А вот как это всё вообще должно выглядеть? Вот сейчас надо подумать. Зубки такие вот остренькие будут. Может, не остренькие, как и за. Схематично отмечаем приблизительное расположение всех элементов лица, особо не детализируя их. Я уверен, что в процессе они поменяются ещё сто миллионов раз. Блин, где лампочку? Блин, я не хочу череп делать, на самом деле. Он какой-то типа тупой. Тогда надо рисовать. Когда с этим покончено, можно потихоньку начинать работать с формой балясины. О! Вот в чём прикол липы. Сука, она даже не сопротивляется. Она не против. Да, кстати, в этот раз используем липу. Вот это та древесина, которая просто идеально подходит для этой затеи. И вот, кстати, о чём я говорил. Постепенно в процессе работы приходят новые решения касательно формы и вообще всего внешнего вида. В ход идёт весь инструментарий, который есть в наличии. Поддоном для пепла послужит вот такая вот жестяная баночка. Вокруг лаза. Делай вокруг лаза. Потом дальше рамы решёт. Как и все наши проекты, связанные с деревом, это тоже проходит под чётким руководством рамы. А как иначе научиться чему-то, если рядом нет человека, который шарит в теме побольше, чем ты? Уже вовсю шпарят резцы, но понемножку очертания лика становятся всё более и более объёмными. Пора выбрать пространство под жестянку. Я решил частично высверлить его шуриком. Ну, да и всё нормально было. Ну, короче, внимание, вопрос. Как в этой ситуации можно разбить себе лоб? А знаете, как так получилось? Честно, я сам нихуя не понял. Так что рама взял ситуацию в свои руки, и процесс продолжился. У нас, в принципе, вся работа таким макаром проходила. По очереди мы довольно шустро управились с ней. Чисто на резьбу у нас ушло пару вечеров. Резьба по дереву процесс крайне завораживающий, и можно просто залипнуть на пару часов, даже этого не заметив. Но не стоит забывать и про металлические детали. Самое время посадить банку на эпоксидную смолу, дабы не терять время даром. Пусть подсыхает. А тем временем в мастерской оказывается уже целая туча народа. Чё-то все как затусят. Ну, я хуй знаю. Ладно, здесь уже все понятно. Следующий день. Сейчас все совсем по-другому. Добиваем последние косячки, глаживаем неровности и дальше разбираемся с главной задачей на сегодня. Будем раскрашивать ее. Но сначала хорошенько прогрунтуем все, чтобы краска не впитывалась в древесину. Это очень важно. Грунтовка на масляной основе. Нормальная такая. И высохла, кстати, довольно быстро. Пора подобрать подходящую палитру. Выполню ее в зеленых оттенках. Как можно заметить, вся голова покрыта такой вот интересной резной фактурой, которая еще и тактильно мега приятная. Сыграем на контрастах. Сыграем на контрастах. Зубы и глаза белые. А вот зраки должны быть вообще кислотой. Поэтому используем люминесцентные краски. Да, то, что нужно. Аккуратненько подбиваем неровности. И все, 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 все. Уже почти все. Так, обязательно влаг матовый. Даем подсохнуть и смотрим. Мы дополнительно снабдили пепелку ножками и добавили парочку деталей. Вот, например, в коррес можно сишку зажать. Да и вообще необязательно ее как пепельницу использовать. В нее ведь можно положить что угодно. Например, орешки, конфетки. Ну, в общем, вот такая вот штука. Друзья, если вам захотелось подобную диковинку, ну, или портретик, то заказывайте в группе. Пишите сообщения, я их все прочитываю. Также не забывайте скидывать туда и свои работы. Если делаете круто, то вас там заценят. Ну, а теперь самое сладкое. За репост этого видео можно получить мой авторский пазл и стикеров придачи. Все условия в описании. Удачи. Да-да-да-да, еще инстаграмчик-то, да-да, чекайте, потому что...